МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Первые карагандинские новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Мы хотели, чтобы нас услышали. Карагандинские школьники записали видеообращение с просьбой о помощи. В центре скандала оказалась школа-интернат для детей с нарушением зрения. Восемь человек в Карагандинской области стали жертвами сильных морозов. Всего по Казахстану за медицинской помощью обратилось 56 человек. Минувшей ночью в Караганде температура воздуха составила минус 38 градусов. Пожилых карагандинцев призывают к активной интеллектуальной, творческой и общественной жизни. В Доме дружбы открылся Центр активного долголетия. Мы хотели, чтобы нас услышали. Карагандинские школьники записали видеообращение с просьбой о помощи. В центре скандала оказалась школа-интернат для детей с нарушением зрения. Наша съемочная группа выяснила, в каких условиях учатся дети. Ситуацию прокомментировали и представители управления образования. Мы просим помощь у всего Казахстана! Всем привет! Это видеообращение учеников школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей города Караганды. За прошлый видеоролик были неоднократные угрозы со стороны администрации в лице зауча по воспитательной части и некоторых воспитателей. Мы боремся за свои права и мы хотим, чтобы вы знали, что творится в нашей школе. За несколько дней видеообращение карагандинских школьников просмотрело более полсотни тысяч казахстанцев. Таким способом ученики школы-интерната номер один для детей с нарушением зрения решили выразить недовольство действиями директора учреждения. Крик души юных карагандинцев не остался без внимания общественности. Участившиеся кражи личных вещей, плохое питание, неопытность учителей, список жалоб оказался внушительным. Но больше всего людей возмутило то, что учащихся заставляли сидеть в кабинетах по 11 часов, тогда как дети с особыми потребностями нуждаются в отдыхе. После того, как видео попало в паутину, в школу нагрянули общественные объединения и прокуратура. Не осталось стороне и управления образования. Они признали, что слова героя в видео подтвердились. Чиновники обещали разобраться. Неоднократно, уже, наверное, два или три раза я сама лично с детьми встречалась и проводила как бы опрос о том, как относятся на сегодняшний день педагоги после такого случившегося воспитателя и воспитатели. Но пока жалоб не было со стороны детей, мы вошли в их WhatsApp-группу, где они могут, создали WhatsApp-группу, где они могут писать свои отзывы о том, что происходит в настоящее время и в последующее время в этом интернате. Поэтому, я думаю, пока у нас таких проблем не возникало. Проведена работа с учителями, с педагогами, было собрание у нас, было собрание с воспитателями, где было это четко ограничено, что никаким, никоим образом наши педагоги, педагогический коллектив не должен это все вымещать на детях. Нияз учится в этой школе с первого класса. В течение учебного года он и его одноклассники пытались привыкнуть к новому директору и ей установленным правилам. А когда их терпение лопнуло, молодые люди решили действовать. Была какая-то обида со стороны директора, но я сказал, что мы же к вам обращались, и потом, получается, уже дети начали больше своих родителей впутывать. Моя конкретная претензия была, что только мы сидим до семи в кабинете и все. Справедливости ради стоит отметить, что, по словам Нияза, после многочисленных проверок изменения в школе все же настали. Управление образования пообещало держать ситуацию под контролем, устраивать ночные рейды и обучить молодых специалистов в работе с особенными детьми. Было ли то обращение проявлением юношеского максимализма или же администрации школы действительно нужно пересмотреть взгляды на воспитание и обучение детей с проблемами зрения, покажет время. В управлении образования подчеркивают, отныне эта школа будет на особом контроле. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Восемь человек в Карагандинской области стали жертвами сильных морозов. Всего по Казахстану за медицинской помощью обратилось 56 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения. Минувшей ночью в Караганде температура воздуха составила минус 38 градусов. Из-за мороза отменена учеба у школьников в закрытой многие междугородние автодороги. 30 человек с начала года попали в больницы с отморожением. Резкое похолодание не прошло бесследно. Только за последние двое суток еще восемь жителей Карагандинской области пострадали из-за мороза. Врачи отмечают, что нередко отморожение приводит к ампутации конечностей. Что такое отморожение? Это поражение сосудов изнутри. То есть сосуды сужаются, кровь в них тромбируется и не дает нести питательные вещества каким-то участкам, которые получили термическое холодовое поражение. И то есть тут наступает ишемия, некроз, ну поэтапно все. И то есть все заканчивается плачевно, то есть ампутация вот этой части. Ампутация, неокректомия и тому подобное. Ну как правило у нас это кончики пальцев, кистей, стоп, а также сами кисти, сами стопы. Ну тут уже уровень, это наша хирургическая тактика. Увы, это до сих пор, что все в тех годах и в этом году. То есть это было и будет, наверное. Зима по-прежнему свирепствует, поэтому специалисты призывают людей быть осторожными. Не следует злоупотреблять спиртными напитками и табаком. Необходимо избегать голода и переутомления. Нужно отдавать предпочтение свободной непромокаемой одежде. По заявлениям Казгидромета, это самая холодная зима за последние 7 лет. Холода будут сохраняться еще несколько дней. Больше всего пострадавших в морозы зафиксировано в Астане. А в Костанае вследствие отморожения скончались женщины 1968 и 1990 годов рождения. Продолжаем выпуск. Пожилых карагандинцев призывают к активной интеллектуальной, творческой и общественной жизни. В Доме дружбы открылся Центр активного долголетия. В церемонии торжественного открытия приняли участие депутаты мажориса парламента, представители областных властей и общественности Караганды. Обучение навыкам компьютерной грамотности, работе со смартфонами, изучение казахского и английского языков, да и просто общение со сверстниками. Все это и многое другое карагандинским пенсионерам предлагает Центр активного долголетия. Салиман Нурмагамбетова – член областной ассамблеи народа Казахстана. Уже несколько лет на заслуженном отдыхе. Подобный центр должен быть, считает она. Не меньшее внимание будет уделено работе с молодежью. А для того, чтобы мы активно участвовали в работе по воспитанию нашего подрастающего поколения, конечно же, нужно хорошее здоровье. Сам президент говорил о том, что здоровье в наших руках, у каждого в руках. Поэтому я призываю всех тех, кто с нами вместе работал, приходите в Центр. Будем здесь укреплять свое здоровье, показывать пример молодежи, что можно жить красиво и в нашем возрасте. Я думаю, что это очень хорошее мероприятие, и оно будет наполнено хорошим содержанием. В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие депутаты мажориста парламента. Народные избранники отметили, что создание Центра направлено на вовлечение пожилых людей в активную жизнь, использование их потенциала и обеспечение преемственности поколений. Мы видим сегодня, что вам предлагается самый широкий такой спектр возможностей. И, конечно, пожелание одно. Я чувствую, что все вы всю жизнь были активные. И вам нельзя быть пассивными, иначе все, сливай воду. Поэтому вы, наоборот, больше вовлекаете своих сверстников, своих соратников. И самое главное, что вы делаете, это здесь, в процессе, вы передаете свой опыт молодежи. А молодежь свой уже опыт, который у вас нет. Компьютер, английский язык, все это. Поэтому это ценнейший проект, и мы вас хотим с этим поздравить и пожелать долгих лет активной жизни. Достойная и активная старость является одним из приоритетных направлений государственной политики Казахстана, которую всецело поддерживает партия Нур-Атан. Именно при помощи областного филиала партии и областной ассамблеи народа Казахстана открылся этот центр. Как известно, во всех центрах существуют советы старейшин, советы матерей. И сегодня есть такая возможность, чтобы молодежь почаще встречалась с нашими ахсахалами, уважаемыми людьми. И, конечно, больше узнавали об истории, культуре казахской земли. И хочу поздравить всех с этим событием. В настоящее время в центр активного долголетия уже записались 45 человек. Принимают всех. Главное условие – наличие пенсионного удостоверения. Руководители центра заявляют, что все обучающие программы бесплатные. Вместе с языковыми и компьютерными курсами пенсионерам предлагают заняться фитнесом или йогой. Нынешний центр первый, но далеко не последний, заявляют в партии Нур-Атан. Уже в ближайшее время своеобразные клубы для пенсионеров появятся в городах-районах Карагандинской области. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шахтерская каска, кирка, фонарь и живая канарейка. В областном историко-краеведческом музее открылась экспозиция «Кеншлера Астана Сахараганда», посвященная 85-летнему юбилею города. Первостроители и ветераны-шахтеры рассказали студентам о том, как в степи возродился индустриальный центр Казахстана. В честь юбилея Караганды в историко-краеведческом музее прошла выставка «Кеншлер Астана Сы Караганды» и встреча за круглым столом «Город, рожденный в степи». На мероприятие пригласили почетных гостей, которые стояли у истоков становления города и собственными руками вносили вклад в его развитие. По их словам, 85 лет назад здесь была голая степь без воды и единого кустика. С невероятными усилиями, а иногда и огромными жертвами строился город. И сегодня он является крупным индустриально-промышленным центром с богатой культурой. Это действительно подвиг карагандинцев. И в первую очередь это подвиг сахтеров. Почему? Потому что в советские годы и строительство Караганды, и обеспечение инфраструктуры, транспорт, вода, тепло, все это было, стадионы там, все это должны были расстроиться и руками сахтеров. Также на встречу были приглашены студенты карагандинских университетов и колледжей с целью привить молодому поколению любовь к своему городу и показать, каким трудом он был создан. На выставке были представлены уникальные фотографии Караганды в 30-е и послевоенные годы, архивный материал развития Караганды и угольных бассейнов, экспонаты первых геологов-разведчиков и канарейка. Раньше шахтеры брали с собой канарейку. Это, можно сказать, символ безопасности в шахте. Потому что канарейка, она чувствительна вообще к метану, то есть к угарному газу, к метану, очень чувствительна. И шахтеры так определяли. Если канарейка волновалась, то есть если она испытывала какие-то волнения, то, конечно же, шахтер быстро выбирался на поверхность. Такой символ безопасности музею подарил угольный департамент Арселор Митл. Также гостям выставки была представлена инсталляция палаточного городка, шахтерское снаряжение, предметы быта первостроителей и переселенцев, геологический инвентарь и многое другое. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В последнее время ломбарды и микрокредитные организации все чаще стали подвергаться нападению со стороны злоумышленников. Для взаимодействия полиции и бизнесменов был заключен специальный меморандум. Ограбление и кража чужого имущества по-прежнему являются наиболее распространенными преступлениями в Карагандинской области. Часто объектами злоумышленников становятся ломбарды и микрокредитные организации. Последний случай произошел 31 декабря в Караганде. Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, в одном из ломбардов завладел деньгами в сумме 700 тысяч тенге. Подозреваемый задержан. Уголовное дело направлено в суд. С отменой лицензирования открытый ломбард сейчас не составляет никакого труда. Все это криминализует данную сферу. Вместе тем, в соответствии с требованиями совместного приказа Министерства национальной экономики номер 12 и Министерства внутренних дел Республики Казахстан номер 618 года утверждены правила ошипления торговли и деятельности ломбардов. Ломбард создает на своей территории условия для охранения вещей и обеспечивает его сохранность, исключающая доступ к нему посторонних лиц. В ходе осмотра места происшествия установлено, что в ломбарде отсутствовала физическая охрана, видеокамера не функционировала. Это побудило полицейских подписать специальный меморандум с владельцами ломбардов и микрокредитных организаций. В рамках меморандума стороны обязались обеспечить эффективные меры по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию краж. Представители ломбардов также обязались установить охранную сигнализацию, двери и окна оснастить надежными запирающими устройствами. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 103 учащихся старших классов общевыразовательных школ Карагандинской области соревновались по шести номинациям, среди которых ораторское искусство, сочинение, художественное слово. В Караганде состоялся областной этап республиканского конкурса «Ахберен» в рамках реализации программы «Рухани Жангру». Ораторское искусство, сочинение, художественное слово, инструментальное исполнение, состязание поэтов и айтез. Таковы шесть номинаций, в которых соревнуются старшеклассники Карагандинской области. Восьмиклассник Владимир Большаков представляет школу-интернат имени Нагмета Нурмакова. Он прочитал отрывок из произведения местного поэта Кайрат Аскарова. Владимир в совершенстве владеет двумя языками, поэтому выступал на казахском языке. Выбор произведения также не был случайным. Мне очень он понравился. Он про бедствия, в те времена бедствия, какие постигли казахский народ, и как пришлось тогда выживать, великих мыслителей назвал. Тоже очень великий поэт Кайрат Аскар, мне он очень нравится. В наше время он обладает очень хорошим авторитетом, и он преподавал и учился в той же школе, что и я. Областной этап республиканского конкурса «Ахберен» прошел на базе специализированной школы-интерната «Дарын». Стоит отметить, что это учебное заведение с физико-математическим уклоном. Но здесь школьники претендуют на лидерство в номинации «Айтез». Особенности этого конкурса – это гуманитарное направление, так как, например, наша школа выставляется по номинации «Айтез». Школа «Дарын» – это направление физико-математическое направление. И несмотря на свое направление, мы участвуем в номинации «Айтез». В составе жюри вошли преподаватели общеобразовательных школ, доценты, кандидаты филологических наук Карагандинского государственного университета. После кропотливой оценочной работы по итогам областного этапа конкурса отобраны победители. Именно они примут участие в финале республиканского конкурса, который состоится с 11 по 13 марта в городе Актау Мангостауской области. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболустар. Редактор субтитров А.Семкин